Не бяхме с супругами на същата планина, точно в Барселоне, знаете, за один день мы прошли пешком, потом мы почитали, там сколько по карте оттуда до туда, и обратно, там были в рыбарском поселке, Бехме в рыбарското село там, което целое направлено от белия камък, нямаше автобуси или тролеи, и тогава пеша утидохме там, минахме пеша 36 километра, За мен това беше рекорд, в казарната съм бягал маратони, но не сме бягали такива расстояния, Но за Господа се струва Днес ще ни послужи проповедник Павел Ни, един от руководителите на домашните церкви Но это не чье-то такое, знаете, желание, это ему сам Бог открыл сегодня с такой проповедник, с такой темой выйти Но това не е желанието на някой, Бог му е открыл такава тема, на която днес ще говори А тема е много сериозна И тема она будет на предмет ереси И темата ще бъде като предмет на ересите Но будьте внимательни Потому что к концу проповеди обычно или проповедник нас предает ереси Понеже кам крайна проповеда или проповедника не предава камерес Или мы предаем проповедника ереси Или ние предавам проповедника Камерис? Одно из двух. Поэтому молитесь, чтобы нам не впасть в такие крайности. И да благослови Господь Павел. Здравствуйте, здравствуйте. Здравейте, здравейте. Да, кто-то может спросить, ну вот, докатились. Может быть, някой может попить, вот, стигнахме. Будет рассказать про Ерес. Ще рассказывай за Ерес. Ну, на самом деле, вот часто проповеди, это то... Ну, люди говорят, проповедники, что делать нам надо. Често проповедники не казват, какво трябва да правим. А я сегодня скажу, что делать не надо сегодня. А я ще ви кажу, какво не трябва да правите. И кто знает, может быть, какой-нибудь зритель на Ютубе или по телевидению. Или кой знает, может быть, някой зритель в Ютуб или в зала-то. Послушайте мою проповедь и скажет себе, погодите, как я, что в секте. И, като погледни, может быть, ще си зададе въпрос. Изчакайте, да не съм в секте. Потому что, может быть, некоторые вещи не слишком очевидны. Может быть, понеже някои неща не са толкова очевидни. И в прошлый раз, я вот, последний раз, когато я давал слово, это было про деноминации. И, в принципе, я рассказал очень много видов деноминации, которые все являются христианством. Многие зрители подумают, там, из православных, подумают ничего себе. Подетикой, что протестантство это не ерес, что ли? Может быть, някой от православните ни зрители ще погледне и ще помисли, изчакайте, а протестантизм не е ерес? Ну, к вашему сведению, нет. И вот все, что я вам сегодня расскажу, это не я сам придумал в своей голове. Это общепризнанная истина, которую я буду подтверждать Божьим Словом. Поэтому, ну, некоторым людям, наверное, стоит приумирить свою гордость и послушать. Ерес, в принципе, в переводе может переводиться как секта. Так что мы узнаем как раз, что есть ерес, значит, что есть секта. И така ще разберем, какво се явява ерес, то есть секта. В Библии слово от ерес, греческое, оно поминается, ну, насколько я знаю, два раза. В Библии, думата ерес, доколкто се срещам, се вспоминала два пъти. Один раз в первое послание к Коринфянам, 11 глава, 19 стих. Ибо надлежат быть и разномыслия между вами, дабы открылись между вами искусные. Здесь, вот, разномыслия, это, в принципе, и есть греческое слово ерес. Тук разногласие, грецката дума ерес. То есть, в принципе, уже тогда было, можно сказать, пророчество, что ерес будет существовать. То есть, тугава и имало какого-то пророчества, че ерес ще има. И думаю, еще тогда вот какие-то корни, не корни, ну, как бы задатки ереси уже проявлялись. И тугава сигурно се запроявявали малки задатки на ерес. Другое место – это деяние апостолов, 24 глава, 5 стих. Другое место – деяние, 24 глава, 5 стих. Найдя сего человека, язву и общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной и представителем назарейской ереси. Может, кто знает, назарейская ерес – это про что тут говорится? Может быть, някой знает за назарейската ерес, как вас и говорит туг? Нет? Да, то есть, в принципе, это так христианство называли. То есть, учението на Христос, така се казвали за христианството и иудеи. Потому что для них христианство казалось ереси. В принципе, да, в этих обоих местах использовалось одно и то же греческое слово. Что, в принципе, представляет из себя ерес? Какво представява ерес? Ерес – это не просто что-то неправильное. Ерес не е само нещо неправильное. Это настолько что-то неправильное, что разрушает христианство. Това е нещо толкова неправилно, че разрушава христианство. И христианская вера. В христианстве ерес – это то, что дает другое определение Богу. В христианстве ерес – это то, что дает другое предназначение Евангелию. Или това, което дает другое предназначение за Евангелието. И начнем, получается, с первой ереси. И ще започнем от первой ерес. Это либерализм. Това е либерализм. И ничего не имеет общего с политикой. Няма нищо общего с политикой. Я, конечно же, сегодня все виды ереси вам не расскажу. Днес няма да успею да ви расскажа всичките видове ерес. Всего где-то штук 20, наверное. Някъде около 20 броя. Ще ви расскажу. Да. И что представляет из себя этот либерализм? И какво представлява либерализма? В основном здесь идет речь о христианах, которые не воспринимают Библию буквально. Като основно се говори за христиани, които не восприемат цялата Библия буквально. А скорее как метафора. А като метафора. И они не верят в то, что Библия – это Слово Божие. И либерализм уничтожает основа христианства, которая вот здесь представлена. Например, тот факт, что Иисус был рожден Дева Марии. Този факт, что Иисус Христос был роден от Дева Мария. Что Иисус воскрес из мертвых. Че Иисус е воскреснел от мертвых. Че Иисус е Бог. Че Иисус е Бог. И в некоторых случаях, что и Бог работает посредством чудеса. Люди пытаются быть христианами без вот этих основ. Хората се опитват да бъдат христиани без всички тези основи. Но тогда их вера просто распадается на части. Но тогда их вера просто распада на части. Так, вот на следующем слайде... На следующем слайде... Секунду, у меня просто зрение не очень. Обычно, как это происходит... Объекновенно, как сей случва... Обычно, вот такой христианин-либералист говорит... Христианин-либералист казва... Что христианство — это следовать за Иисусом, а не за верованиями Иисуса. Христианство — это следовать за Иисусом, а не за верованиями Иисуса. Потом он говорит, если вы следуете за Иисусом, посредством в любви не имеет значения, во что вы верите. То есть, любовь выше всяких доктрин. Потом он говорит, мы не знаем, действительно ли Иисус воскрес, но Он все равно вдохновляет нас на добрые дела. И в конце они говорят, Бог — это просто идея, которая вдохновляет нас любить и вершить справедливость. То есть, Бог превращается просто в какую-то идею. Это, в принципе, все опровергается посланием первым из Коринфянам. Написано, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша читна, читна и вера наша. Так, второе, получается, — это ариянство. Такое течение в христианстве от 4 до 6 века было. Названо по имени Александрийского пресвитера Ария. Наречено на александрийский пресвитер Арии. И что, получается, в чем заключалось его учение? И в каком состояло неговое учение? Что вот Иисус, Он создан Богом. Че Иисус создал Бог. Да, но что Сын Божий — это не Бог. Но че Божий Сын не Бог. А Божие творение. А Божие творение. И самое удивительное — это то, что ариянство стало государственной версией христианства при приемниках Константина Великого до окончания правления Валента II и затем государственной религии германских государств. То есть мы узнаем, что при Константине Великом Римская империя приняла христианство как официальную религию. Не знаем, че при Константине Велике Римская империя приняла христианство как официальная религия. Но многие не знают, что после него на протяжении многих лет официальная религия в принципе была ересь. Официальная религия была ересь. И только на Первом Вселенском Соборе, которое было в 325 году, арианство было осуждено как ерес. Ну, в принципе, понятно, да, что такое заявление делает из христианства не христианство. Потому что в Исламе Иисус тоже признается, понеже в Исламе Иисус Христос, что се признава, но как пророк, а не как Сын Божий. И что интересно, подобные представители арианства существуют до сих пор. И, может быть, знаете, кто это? Я думаю, каждый из вас про них слышал. Някое предположение? Да, свидетели Его. Что для меня удивительно. И, опять-таки, это опровергается Евангелем от Иоанна, 10 глава, 30 стих. Где написано «Я и Отец одно». Третья, получается, это модализм. Трето е модализм. Где утверждается, что Отец, Сын и Святой Дух не являются тремя вечными лицами. Където се утверждава, че Отец, Сын и Дух не являются трите вечни лица. А някакими временными модусами, в которых Бог себе раскрывает. А някакви временни модуси, в който Бог се раскрыва. И, да, это тоже опровергается Евангелем от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Это все, что се противопоставят с Евангелем от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Где в одной главе, в одном стихе упоминаются все трое. Където введение стих се вспоминават сички трима. Утешитель же Дух Святой, которого пришлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. То есть, вот видите, Дух Святой, Отец и я Иисус Христос. Виждайте Святой Дух, Отец и я Сам Иисус Христос. Вообще, со Святой Троицей очень много, ну явно это очень трудно для понимания представления, поэтому очень много ересей как раз таки относится к Святой Троице. Со Святой Троице трудно самото разбирание и многото ересей засверзаны неточно со стях. Как, например, унитарианство. Например, как-то при унитарианство. Которое вообще отвергает догмат о Троице. Което, като цяло, се отричило догма за Троицата. Интересно, что оно было популярно у ранних президентов США. Интересно, че било много известно при ранните президенти на САЩ. Потому что в то время было очень популярно все рационализировать. А им представление Троице казалось иррациональной. А за тях представлението за Троицата са го представили иррационално. Да. И еще один представитель против Троицы. Это тритеизм. И что это? Это тритеизм. Троица представляет собой не одного Бога. Троица представляет в себе не один Бог. В трех лицах. В трех лицах. А трех отдельных Богов. А третий отель не Бога. Это тоже можно как бы оспорить второзаконием, 6 глава, 4 стих, где написано «слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». То есть тут подтверждается, что Бог — это не три разные личности, а это одно. Тукси подтверждала, что Бог не с этой различной личности, а одно. И есть тоже довольно известная группировка, что ли, не знаю, которая следует ритеизму. И вы, наверное, тоже о них слышали. Есть какие-то предположения, кто это? Сигурно, ако стычуали за тях, знаете. Дали имате предположения, куи са? Ладно, скажу, да. Доброе, ищите, ви кажи. Мормоны. Това са мормонните. Да, вот они считают, что Бог — это три разные личности. Ты считаешь, что Бог — это три различные личности? Следующее — это аполицинаризм. Следующее — это аполинаризм. Аполинаризм. То есть некоторые люди считают, что когда Иисус Христос родился... Некой хор осчитает, куда Иисус Христос родил. Он уже тогда знал и Суахилий язык, и кванту, и физику. И тогда я знал язык с Ахилии, и я знал кванту, и физика. По той самой причине, что Он Бог. По причината, чей Бог. Но это тоже является ересью. Но това са, что се явява ересь. То есть Иисус, да. Он — Бог, и у Него есть божественный разум. То есть у Него есть божественная природа. Но Иисус, у Него так же была и человеческая природа, а значит у Него был и человеческий разум. И это можно подтвердить в Евангелии от Луки, 2 глава, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Ну это как бы синодальный перевод. В новом русском переводе больше становится понятно, потому что написано «Иисус взрослел и становился мудрее, он заслужил благосклонность как людей, так и Бога». В английской версии, потому что, в принципе, эта лекция основывается на лекции одного… Таза лекция се основала вверху лекции на един… Пресвитарианца. Пресвитарианец. Звучит как инопланетяне немного, да. Звучит как инопланетяне. И на английском языке там тоже написано, что он grew in wisdom, то есть он рос. Звучит така на английский, което означава, что он рос. И если мы утвергаем, что у Иисуса был человеческий разум, и ако отблъсваме то, что Иисус имел человеческий ум, то мы утвергаем тот факт, что он был человеком. То ние отхвырляме факта, что он был человеком. Но почему очень важно в христианство, что Иисус был когда-то человеком? Потому что Иисус нужно было быть человеком, чтобы изкупить наши человеческие грехи. Нужно было, чтобы у него был человеческий разум, чтобы он мог изкупить человеческий разум. Следующая эра называется Несторианство. И тут другая крайность немного. Потому что здесь говорится о двух природах, двух ипостасиях и двух лицах Христа. Божественное и человеческое. То есть есть тут ипостасия като Божия Сын и есть Иисус, как бы человеческая ипостасия. А есть Христос, она там желта нарисована, это вот Христос, ну это как бы посерединке. Има Христос, което е желто на изображението и посредата. И вот, как бы да, Христос относился к обоим природам. Христос и относил к и двете природи. И они считали, что, вот, можно говорить, что Иисус умер на кресте. Те са считали, че може да се казва, че Иисус е умрял на кръста. Или что Христос умер на кресте. Или, че Христос е умрял на кръста. Но ни в коем случае нельзя говорить, что Бог умер на кресте. Но ни в никакъв случай, че Бог е умрял на кръста. То же самое, вот, можно сказать, Дева Мария, она мама Иисуса. То есть, по следующий начало может быть, что Дева Мария е Майка на Иисус, но они не могут сказать, что Дева Мария е Матерь Божия. Но проблема нестарианства в том, что оно разделяет человеческую и божественную природу Иисуса. В то время как это делать нельзя, потому что все эти природы, две они объединены. По времену, но това, че не может да се прави това, понеже и двете природи са объединены в Христос. И мы спокойно можем да кажем, что Бог е загинал на кръста за нас. Следващото е монофизиство. Да, это получается учение, което говорит, что в Иисусе есть только одна природа, одно естество. Это еще одна, другая крайность. Представляет Иисуса как какое-то мифическое греческое существо. Представляет Иисус как какой-то мифический герой. Как, например, Геркулес, сын Зевса. Полубог. Как мы понимаем, это неправильное представление. Не разбираме, что это не правильное разбирание. И следующее, получается, это адопционисты, которые отрисают божественную сущность Иисуса Христа, которые считают, что Он был человеком, который был осуновлен Богом при крещении. И тут тоже получается Бог вечный. А значит, что Иисус тоже вечен. А значит, Иисус всегда был Бог. Такая логическая цепочка проявляется. Следующее, это пелагианство или пелагионизм, который заявляет, что первородный грех не влияет на человеческую природу. И человек не ограничен в свободе воли. И может самостоятельно выбирать, где добро, а где зло. Без помощи Бога. Вот, там человечек нарисован. И ему говорят, ты можешь спасти себя сам. И жертва Иисуса Христа тебе не нужна. Но написано в Кремле на 3 глава 10 стих. Нет праведного ни одного. Да, и даже, ну это как бы Новый Завет. И в Старом Завете тоже есть Псалом. И во Старе Завете, что има? 50 глава 7 стих. 51 глава 5 стих. Написано, что вот грешником я родился, грешным оточила меня моя мать. Что означает, что да, мы все родились во грехе. И спасение у нас может быть только одно, через жертву Иисуса Христа. И спасение то, само одно можем да имаме, само через Иисус Христос. Следующее, это гностицизм. Следующее, это гностицизм. Вообще, это очень сложное, замутренное учение. Много трудно учение. Я тут не буду даваться какие-то подробности, детали. Тут не могу задълбочать в подробностите. Но в основном она вот что говорит. Но основно казва това. Что этот физический мир, это плохо. Че физический свят е лошо. Наша цель е бежать в духовный мир. Который хороший. Която е добр. И тут тоже, в принципе, такая крайность. И тут също е като крайност. Которая может наблюдаться и у некоторых, наверное, христиан. Която может да се наблюдава в някои христиане. Потому что я читал одну историю. Понеже четох една история. Где рассказывали, что в детстве к брату и сестре, от лица сестры рассказывается. Като са били малки, брат и сестра се рассказывают лицето на сестрата. Пришли какие-то христиане. Не знаю их динаминацию. При тях са дошли някакви христиане. И они пришли со своим ребенком. И те са дошли с тяхното дете. То есть они с родителями пошли разговаривать. То есть учишь ли са да говорят с родителите. А ребенок тусил с детьми. А дете-то останутся с другими децами. С этими братами и сестрами получается. С тези брат и сестра. И они там играют в мяч футбольный. И започат да играют в футбол на топке. И вот этот ребенок, вот этих христиан, я полагаю. И дете-то на тези христиане. Говорит, о, классно, что у вас есть мяч. Каза, о, колко годы начинете топком. Но у меня нет ничего. В загробной жизни поиграю. На том свете поиграю. Но у меня мама стопка, но ничего, что я имам в загробен живот. Играют в какие-то другие игрушки. Играют в никакие другие играчки. Говорит, о, у меня игрушек нет, но ничего, на том свете поиграю. Каза, и меня снявам играчки, ничего на другие свете поиграю. И вот эта вот девушка, ну, та самая сестра, она говорит, что ее прямо пробрала дрожь. И същата сестра казва, че направо са и бягали тръпките по кожата. Потому что это ненормально. Понеже не е нормално. Когато детето так стремится на другой свят. Толкова се стреми на другие святы. Мне кажется, так недалеко и в совместном самоубийстве. Все, че мы здесь тусим вообще. Ну, основная проблема в этом учении в том, что она отвергает создание Бога. Основная проблема на това учение, че отхвърля това, което Бог е создал. Это, в принципе, в первой книге, в первой главе написано. Пиши в первата книга, в Питие, в перва глава. В 10 стихе. В 10 стих. Бог назвал сушу землей, а собранные воды назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. То есть там, в принципе, еще повторяется в Питие, что Бог говорит, что это хорошо. То есть там се повторяю в Питие, че Бог казва, това е добро. Если Бог говорит, что это хорошо. А кубок казва, че това е добро. Как мы можем говорить, что это плохо. Как можем доказывать, че е лошо. Следующее, это называется субординационизм. Следующее, что это называется субординационизм. Это учение о неравнозначности. То есть учение за неравнозначности. И соподчиненности. И соподчинението. Ипостасии троицы. На ипостасите на троица. И, в принципе, есть... Можно понять, почему, в принципе, это зародилось. То есть, может, я разберусь, за что-то у вас я появила. Потому что в 23 главе от Луки. За что-то в 23 главе от Лука. Дострою. В 22 главе от Лука. В 42 стихе. В 42 стихе. Написано, Отец, если ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня, но пусть все будет не по моей воле, а по твоей. То есть из-за этого люди многие в древности считали, что если Бог, Иисус Христос просит, значит, Он подчинен Богу. То есть и древните хора сочетали, что Иисус е питал така и се обращал к Богу, значит, подчинен на Него. Но, опять-таки, нельзя забывать, что у Бога есть божественная воля и человеческая воля. Но не треба да забравим, что Бог има божественная воля. И человеческая воля. И, конечно же, божественная воля, она не подчинена. И Божественная воля не подчинена на Отеца, потому что они с ним одно целое. Понеже са одно целое. А человеческая воля подчиняется. А человеческая воля се подчиняется. Да. И следующее, это Евангелие процветание. Следващото е Евангелието на процветаването. Думаю, очень популярное в наши времена. Мисля, че е много известно в нашите времена. Потому что они обещают, вот, вы станете христианами. Понеже обещают, вы, что станете христиани. У вас будет много денег. Ще имате много пари. У вас в бизнесе все будет замечательно. В бизнесе все будет перфектно. Вы будете счастливы. Ще будете счастливы. Но практика показва, что это не всегда так. Но практиката показва, что не всегда так. И тут нужно иметь в виду, что, Евангелие, в принципе, нам обещает. И Евангелието обещает нам единство с Иисус Христос. Прощение наших грехов. Прощавание на наши грехи. И вечную жизнь. И вечен живот. Но Евангелието не обещает нам. Сто процентно физическое здоровье. Сто процентно физическое здоровье. Някакъв успех. И отсутствие страданий. или отсутствие на страдания. Наоборот, в Евангелии от Матфея 16 глава 24 стихе написано «Потом Иисус сказал ученикам, если кто желает быть моим последователем, пусть отречется от самого себя, возьмет свой крест и последует за мной». То есть нам, в принципе, готово нанести какой-то крест. То есть на нас не приготвено доносим някакой крест. И нужно тоже иметь в виду, что практически все из 12 апостолов Христа и тук трябва да се сещаме, че практически всички 12 апостоли те са умряли тежка смертью на мъчениците. Они все были готовы нести крест. Следующее – это движение веры, которые считают, что если, например, вы хотите хорошую работу себе, които считат, что, примерно, ако искате добра работа за себе си, вам нужно не просто помолиться Богу об этой работе, не трябва просто да се помолите на Бог за тази работа, вы должны заявить, что все, работа, она моя. Ви трябва да заявите, что работа е моя. И тут есть такая ключевая идея – закон на притяжение. И тук има ключева идея за закон на привлеченето, что, если вы хотите изменить ситуацию в свою сторону, то есть, ако искате да промените ситуацията в своята посока, вы должны чувствовать себя, будто изменения уже произошли. Вие трябва да се чувствате, сякаш промените, вече са се свършили. Здесь проблема в том, что человек ставит себя на одну планку с Творцом. То есть, тук проблема е, че човек се вдига до едно ниво с Твореца. И, в принципе, это то, как дьявол изкушал, как бы, Еву. И твое, по следующий начин, как то дьявола изкушавал Еву. В Битие, в третьей главе, в пятом стихе написано. В Битие, третя глава, пяти стих пише. Просто Бог знает, что, когда вы сидите их, ваши глаза откроются, и вы станете, как Бог, познав добро и зло. Думаю, эта стратегия дьявола, она до сих пор работает. Мислю, че таза стратегия на дьявола все още работи. Потому что все мы хотим иметь власть над своей жизнью. Понеже всички искаме, да имаме власть вверху своя живота. Если что-то нам не нравится, мы хотим это, вот, заявить все, вот так оно... И ако нещо не ни харесва, искаме да заявим, ето, така ще бъде. Но нужно иметь в виду, что на все воля Божия. Но трябва да имаме в предвид, че за всичко е Божията воля. Поэтому как он захочет, так и будет, в принципе. Понеже, и така, както той поиска, така ще бъде. Следующее, это новоапостольская церковь. В принципе, на апостольской церкви там много, ну, из протестантства, как бы все, все как по классике. Там има много от протестантства, всичко как по классике. Има само едно но. Они считают, что апостолы существуют и сегодня. Те считают, че апостолите существуют и днес. Но появляется такая проблема. Но се появява таков проблем. Почему у Библии есть авторитет? Защо в Библии има авторитет? Потому что это слово написано пророками и апостолами. Понеже, тези думи са написаны от пророци и апостоли. Но если апостолы существуют и сегодня. Но ако апостолите существуют и днес. Тогда получается, что их слова равны авторитету Библии. То есть, техните думи се равняват на авторитета на Библии. Если такой апостол вам скажет что-то, что вам кажется неправильно. Но ако таков апостол ще ви каже нечто, което не считате за правилно. Но тогда будет трудно его переубедить. Тогда ще бъде трудно да се переубеди. Даже используя слово Божие. Следующее, это феминистское богословие. Ну, тут, я не знаю, что сказать, конечно. Ну, тут, как бы, видите, во-первых, Библия, это полна патриархальных учений. Ну, полна сексизма. Полна с сексизм. Самое ужасное. Най-ужасното. Бог е Той. Феминистки не смогут с этим смириться. Феминистки не могат да се смирят с това. Затова са го променили към тя. Но тогда понятно, что половина Божие слова уже не имеет какого-то основания. Но тогда вече половината от Божиите думи няма никакого основания. И теряется четкое понятие, кто Бог вообще. И се губи точното понятие, какъв си явява Бог. Я, конечно, понимаю, да, что в наши времена хорошо бороться за права женщин. Да, разбирам, че в наши времена е добре да се борете за правата на жените. Но я думаю, что можно быть смирена христианкой и бороться за права женщин. Но я думаю, что можешь да будешь смирена христианкой и да се борешь за правата на жените. По отдельности, да. Следующее – это теология освобождения. Следующее – это теология на освобождение. Ну, этот вот мужичок, у него очень сложное имя, это тоже один... Счита се, че той се явява основателят на теология на освобождение. И цель, в принципе, очень благородная. И целто е много благородна. То есть христианская мисия, у нее особая роль защиты справедливости. Христианската мисия има особенна роля за защита на справедливостта. Бедных, угнетенных. За бедните и потиснатите. Особенно через политическую деятельность. Особенно через политическую деятельность. Вот, что... Вот этот мужчина считал, что Царство Божие преобразовывает этот мир уже сейчас. Този миши считал, че Божието Царство преобразовывает този свят и сега. Ну, поэтому вот... Обращались к политике для того, чтобы изменить существующую в этом мире несправедливость. Зато вас, а си обращали к политиката, зато променят, а существует что-то в святе несправедливостта. В принципе, это очень благородное намерение. Това са много благородни намерения. Но тут появляется проблема, что спасение на земле, оно становится в значении больше, чем спасение духовное. Но тут се появява проблема, че спасяването на земята вече става по голяма, отколко духовното спасение. И нужно также помнить, что Иисус, Он не был борцом за справедливость. И тут трябва да сесещаме, че Иисус не е бил борец за справедливостта. И Он не будувал против Римската империя. Хотя израильтянам того времени Римская империя не очень была по душе. И вот в Евангелии от Матфея 22 главе 21 стихе. Вот это известная фраза. Так, и давайте кесарю, а Божье Богу. Ну, в принципе, его как раз-таки подловить на этом мы хотели. Потому что многие считали, что Иисус это политически такой борец за справедливость. И те искахат с това да го подловят, че Иисус Христос е бил политически борец за справедливость. Но ако наистина беше таков, то его бы, скорее всего, дали римским властям. Сигурно биха го предали на римските власти. Следующая е теология процеса, которая считает, что Бог развивается со временем. То есть, вот здесь у нас слева есть Бог Библии. То есть, тут отлево имаме Бог от Библии. Который неизменный. Който не е променен. Идеальный и вечный. Няма променение. Идеален, вечен. Вторим, как Бог теология процеса, он меняется, значит, что он не идеален. А пак Бога на теологията на процеса се променя, което означава, че Бог не е идеален. Что логически становится понятным, что это разные явно боги. Което логически показва, че са различни богове. И в послание к Евреям, 13 глава, 8 главе, написано... И в послание к Евреям, 13 глава, 8 стих, пише... Что Иисус Христос вчера и сегодня и в веке тот же. То есть, он неизменный. То есть, не е променен. Маркинство или же маркионизм. Маркионизм. Это, получается, относится к тем людям, которые считают, что жестокий Бог, такой злой и мстительный Бог Старого Завета. Това свет нас за хората, които считат, че злия от мстительния Бог от Стария Завет. Это не то же, что добрыя, радостный Бог прощения Иисус Христос Нового Завета. Не е същия, като радостния и добрия Бог Иисус от Новия Завета. Да, к сожалению, часто я слышу и от христиан, ну, в принципе, христиан. Когда им спрашивают какой-то вопрос, и они говорят, да нет, это же Старый Завет не считается. И те говорят, твой Старий Завет не считает? Мы же христиане, мы Новый Завет, типа, читим, все. Нали мы христиане Новый Завет? Да, ну, такая логика может быть несколько опасна. И такова логика может быть немного опасна. Интересен факт в том, что в 1930-м году Интересен факт, че през 1930-м година Този маркионизм Был активен в церквях, которые следовали фашистам. Бил активен в церквите, които после са следовали фашисти. То есть присоединились к нацизму. То есть са се присоединили к нацизму. Потому что они хотели отрваться от иудейских корней. Понеже искаха да се отрват от иудейските корени. Убрав важность Старого Завета. Но что сам Христос говорил? Но как вы оказывал сами Христос? В Евангелии от Иоанна, 5 главе, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть, если следуйте Писание, на момент жизни Иисуса Христа было одно только Писание. Коммента на живота на Иисус Христос имало само одно Писание. Тора, Старый Завет. И сам Иисус Христос говорил, что вот, исследуйте Его, потому что через Старый Завет вы можете узнать о Христе. Исследуйте Писание, потому что через тях можете да разберете за самия Иисус Христос. И в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 стихе, также Иисус говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить Евангелие. А, фу, исполнить. Да, все равно исполнить. Да, то есть, опять-таки подтверждение. То есть, подтверждение. И последнее. И последнее. Это монтанизм. Монтанизм. Движение названо в честь одного жреца, Монтана. Движение тое е наречено в честь на один жрец Монтан. Это бывший языческий жрец. Твой бывший языческий жрец. То есть, он обратился в первоначальное христианство. То есть, обратил в христианство. Скорее всего, даже получил... Коснулся его дух святой. Сигурно гое докоснул святия дух. Но он решил не входить в эти церковные рамки. Ему казалось, что живое общение с Богом, этого достаточно. И то есть, мятал, че живота, общение с Богом, этого достаточно. Он хотел быть свободным от иерархии, от обрядов и от... Искачал, что от проявления всякой харизмы... И считал, че проявления на харизма... Пророческих даров. Пророчески дарове. Этого уже достаточно. Това вече е достаточно. Но в этом тоже такая проблема получается. Но только също има малък проблем. Что, в принципе, вот вещи сны... То есть, като вестински сны... Да, какие-то духовные экстазы... Духовни экстазы... Проявления... Это не только у христиан такое может быть. Вопрос, от кого это происходит. Потому что, когда мы читаем Библию... Мы можем подтвердить вот эти духовни дары... Что они от Бога Иисуса Христа... Че те са от Бога Иисус Христос. Если же у нас нет никаких оснований... На которые мы можем опираться... Ако нямаме никакви основания... Върху които можем да се задържим... То очень легко сойти не туда. То много е лесно да се отблъснеш... Не там, където трябва. Потому что я думаю, многие всякие там гадалки... И прочие ясновидящи... Понеже многото, като ясновидящи... Не получают свои дары, но не от Бога точно. Те получават своите дарве... Със сигурност не от Бог. В принципе, вот это самое основное... Что я хотел сегодня рассказать. И почему эта лекция важна, я считаю. И за что та за лекция считаем за важна? Чтобы понять, что такое христианство... Мы должны понимать, что христианство не является. Ни трябва да разбираме, какво не се явява в христианство. И если нет неправильных ответов... Ако няма неправильных отговори... То значит правильных ответов тоже нет. То есть правильных отговори също няма. Но ответ все же в том, что Иисус это Бог... Но отговора е в това, че Иисус Христос е Бог... Который умер за грехи... Който е загинал за нашите грехове... И възкреснал от мертвите. Ну, в принципе, да, это все. Това е. Слава Богу, спасибо. Слава на Бога, благодаря. Ну, пастор всегда может немножко выйти, немного подкорректировать. А у меня свой есть. С него никто не бил. Очень важно подвести такую черту. Много важно да начертаем черта. Да, ну, ереси это все очень серьезно. Ереси, това всичко е много серьезно. Это греческое слово. Това е грецката дума. И оно буквально обозначает учение, школа. Буквально означава учение, школа. Течение. И одно из переводов говорит, что это может быть, конечно, и еретическое учение или течение. И единия тут преводите может също да означава такая еретическое течение или учение. То нам надо делать. Какво да правим? Чтобы спастись. Да се спасим. От ереси. От ерес. Потому что, да, 2000 лет тому назад. Понеже преди 2000 години. Основное религиозное течение в Израиле. Основное религиозное течение в Израиле. Это было фарисейство. И было фарисейство. Что сегодня звучит довольно так, нарицательно. Което днес звучит нарицательно. Вот. И когда они услышали Иисус Христа. И когато са чули за Иисус Христос. Они посчитали, что это, ну, легче всего было, конечно, просто назвать его еретиком. И когато са чули за Него, считали са, че е полезно да го нарекат еретик. Несмотря на то, что его учение, оно было невероятным. Впреки, че Неговото учение било невероятно. И свое учение Он подтверждал всякими знаменями и чудесами. И своето учение подтверждавал с различни чудеса и знамения. Который никто. Които никой. В таком количестве изобилия. В таково количество изобилство. Не делал ни до Него. Не правил преди Него. Ни после. Или след Него. Это и воскрешение из мертвых. Это и невероятно исцеление слепых от рождения. Глухих от рождения. Парализованных от рождения. Тези парализирани от рождения. То есть, такого никто не делал. То есть, никой не го е правил това. И сегодня, если кто-то исцеляет, и днес, ако някой исцелява, то мы понимаем прекрасно, что, о, это человек делает это. И если исцеляет, таки и творит чудеса. И ние разбираме, че човек, ако върши и исцелява и такива чудеса, то это только Христос может так исцелять. Че така само Христос може да исцелява. Я встречал таких людей. Аз съм встречал такива хора. Которые живут без внутренних органов. Които живеят без вътрешни органи. Потому что когда-то получили исцеление. Понеже някога са получили исцеляване. И воскрешение. И воскресяване. Одна из них, это Наталия Петкова, которая сидела в этом зале. Една от тях е Наталия Петкова, която е сидела в тази зала. У нее сохранился маленький кусочек печени. При ней се е запазил, като едно парче черен дроп. Да, и у нее нет селезенки. И няма желчка. Селезенки, слезка. Далака. Далака. Да, потому что когда-то она пережила очень тяжелую травму. Понеже някога е переживяла много сериозна травма. И была на том свете. И била на онзи свят. И она была, в принципе, врачи поставили на небольшой жирный крест. И лекарите са поставили като крест на нея. Потому что она была просто уже нежизнеспособна. Понеже не е била жизнеспособна. Но там в клиническа смерть она обратилась к Господу. Но в клиническата смерт са е обърнула к Господа. И Бог ее воскресил. И Бог ее воскресил. И вернул к новой жизни. И я е върнал к нов живот. И сегодня эта женщина, она жена еписка по церкви. И днес тази жена е супруга на епископ. И очень такой активный евангелист. И много активен евангелист. Она ходит по улицам и проповедва Христа. Тя върви по улиците и проповедва Христос. Вы знаете, очень многое произошло от таких вот отклонений. Знаете, много отклонений се случили. И это происходило еще с самых первых веков. И това се случило още от первых векове. Мы знаем, что одна из первых религий, которая возникла, вышла из христианства, это католицизм. Не знаем, многобройно отклонения. Мы знаем, что возникло восточное отделение и западное отделение. Не знаем, че се получило источное отделение постепенно трансформировалось в православную церковь. И источное отделение се превернуло в православную церковь. Но, может быть, не все из вас знают о том, что в католицизме самом очень много ветвей. Но, может быть, все знают, что в католицизме есть много отклонения. Католики очень много делились. Католици много са се делили. И потом, при том, одно отделение католицизма предавало анафеме другое отделение католицизма. И при това одно отделение на католицизм е предавало на смърт друго. А другое отделение католицизма предавало анафеме предыдущими. А другое отделение на католицизм същото правило с първото. Возникла православная церковь. Вы знаете, что, может быть, опять же не все знают, но я думаю, что в основном знают. Православная церковь, она очень разрознена. И очень малочисленная, кстати. И самые бедные страны по аналитике, это православные страны. И опять же, одни части православия когда-то предали анафемы, другие части православия. А другие назвали предыдущих еретиками. Мы знаем, примерно более 500 лет тому назад, Мартин Лютер, он был католическим священником. И он восстанал против католицизма. И он создал свои тезиси, по которым на суде, по които в Съда, в Всенародния Съд, доказал эти тезисы, о том, что католическая церковь давно уже отошла от канона в Библии. За това, че католическая церковь отдавна се отклонила от каноните на Библии. И он выиграл судебный процесс. И то испечелил судебния процесс. Много раз хотели его убить. Много пъти са се опитвали да го убият. Да предадат на анафема. Но вот через этого человека возникло новое движение, которое получило название протестантизм. Но чрез този човек се получило новое движение, което има име протестантизм. От слова протест. От думата протест. Но мы так же сега знаем, что и в протестантизме тоже очень много ответвления. Но мы и днес знаем, че в протестантизм също има много ответвления. И кто-то кого-то называет еретиками. И някои други наричат еретици. И конечно же и нас, обязательно, в обязательно порядке. И нас задължително. Мы это участи не избежали. Не сме избегнали тази участие. И может кто-то сегодня смотрит Ютуб или интернет. У нас охват более 1 миллиарда человек. Гледат ни повече от... Миллиарда. И весь евразиатский континент. Целия евразиатский континент. Почти. Ну и кто-нибудь обязательно скажет. Да, это сектор. Может быть някои за сигурност ще каже. Е, сектор. Сектанты, еретики. Сектанты, еретики. Ну давайте не будем забывать о том, что первых апостолов Иисус Христа называли представителями ереси назарейски. Но да не забравяме, че първите апостоли на Иисус Христос ги наричали представители на ерес назарейска. Так как же нам отличить? Где е ерес, а где е истина? И как да отличим? Къде е ерес, къде е истина? Я, конечно, возьму место из Писания. Задължително ще взема место от Писанието. И оно очень интересно. И то е много интересно. И, конечно же, это апостол Павел. И това задължително е апостол Павел. Евреи от евреите. Про которому он учился при нога Гамалиила. Той се учил при краката на Гамалиил. А при том, Гамалиил е бил величайший учитель в Израиле това време. Гамалиил е бил най-великий учитель в Израиле по това време. Когато съм се учил в семинария, нам давали такое очень ясное историческое учение. А то, что Гамалиил просто так нельзя было попасть. Во-первых, это должны быть выходцы, дети из высоких таких аристократических семей. Първо, трябва да са деца на аристократични семейства. Еврейски семейства. И они должны очень хорошо знать Тора. Они должны знать очень хорошо септуагинто. И утверждали о том, что те подростки, которые попадали к Гамалиилу, по крайней мере Тору, они знали наизусть. Как сегодня в Исламе есть мальчики, которые наизусть читают Коран на арабском языке. Пусть в нас это возбудит ревность. Сегодня кто-то скажет, что они вот всю эту Библию там читают, читают. Может быть, някой днеска ще каже, «Ей, все читат тази Библия». Я знал таких проповедников, которые знали Библию всю, Библию от корки до корки. Познавам проповедницы, которые познаваха Библию от начала до край. В Южной Кореи. В Южной Кореи. Наизусть. Китайцы знают главы целой книги наизусть. Китайците познават главы и стихови наизусть. И, конечно, Северная Корея. Куда за Евангелие тебя на следующий день разстреляют. Куда за Евангелие тощите тебя разстрелят на следующий день. Без суд и следствие. Корейцы знают Библию наизусть. Корейците познават наизусть. Многото книги. И вот сегодня я прочту послание к Галатам. И днешне прочита Галатяни. Павел читал проповед. Я вспоминаю, что где-то это написано. Конечно же, это же Апостол Павел. Первая глава. И смотрите, что он пишет. Если можно там перевод, чтобы был... Я прочтаю. А, хорошо. Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскрешившим Его из мертвых. И все находящиеся со мной братья церквям галатийскими. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукава века по воле Бога и Отца нашего. Благодать и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашего Господа Иисус Христос, който даде Себя си за нашите грехове, за да не избавят настоящият нечист свят, спред волята на нашия Бог и Отец. Шестово стиха. Удивляю, что вы от призвавшего вас благодати Христово и так скоро переходите к новому благовествованию. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благоествование Христово. Което не е другое благовествие, но е дело на неколцината, което ви смущавате и искат да изупачат Христовото благовествие. И смотрите, как интересно. Восьмой стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Но погледнете, какво пише нататък. Но ако и сами и ние или ангел от небета ви проповядват друго благовествие, освен онова, което ви проповядвахме, нека да бъде проклет. Во-первых, апостол уверен в том, что он не получил рукоположение и власть от человеков. В этой же главе чуть ниже он написывает свои страдания за Христа. Ще ему надлежало более трех лет пробыть в Дамаски. Ще Бог ослепил его. И потом он прозрел. Через другого ученика Христа. Через другия ученик на Иисус Христос. Вы знаете, для чего Бог это делал? И за какво го е правил това Бог? Павел прошел свой путь. Павел е проверял свой път. И через этот путь. И через този път. Он научился очень хорошо слышать голоса Иисуса. То есть научил много добре да чува глас на Иисус. Он хорошо знал Писание. Много добре познавал Писанието. Ветхия Завет. Ветхия Завет. И он был лучшим толкователем Ветхого Завета. И бил най-добрия толковател на Ветхия Завет. Все послания, по которым мы сегодня учимся. Послание нового Завета. Посланята на Новия Завета. То есть это и к Ефесянам, и Колосянам. Карифиян. Коринфиан. Фессалоникийцам. Кто их написал? Кое ги написал? Написал ги апостол Павел. Почему его послания? Защо неговите послания? Потому что это бил лучший толкователь Ветхого Завета. который очень хорошо слышал голос Иисуса Христа. И вот он говорит, если даже и мы, или ангел с неба придет, и будет вам проповедовать не то, что мы вам проповедовали, что вы проповедовали не то, которое не смогли проповедовать, то да будет анафема. Как вот это понять? Как долго разберем то? Апостол Павел сам у себя подставляет. Он говорит, что если моя проповедь изменится, и я начну что-то проповедовать другое, иное благоествование, то просто предайте меня анафеме. То есть просто да ме предадете и да буду проклят. И не слушайте, что я говорю. Очень жестко, правда? В отношении к самому себе. Очень самокритично. И знаете ли, почему учение о ерисях, оно такое, немножко такое опасное? И знаете ли, защо учението за еристие таково опасно? И в то же время отрезвляюще. И по същото време отрезвяваще. Ну вот я с 91-го года, я верующий человек. От 91-го года не съм верующий человек. Я веровал в Христа. Уверовал съм в Христос. И с 94-го года меня рукоположили на учителя. И в 94-го года меня рукоположили като учител. В 95-го года на пастора. В 95-го года нас рукополагали на миссионеров. С Наталья ни рукоположиха за миссионери. Мы заканчивали, кстати, междинамиционно семинарию южно-корейское. И как бы мы можем, как бы с нами учились и с 50-ми церкви, и с баптистской церкви, и с литерансской церкви. И мы как бы знаем особенности каждого направления. Какое благоествование проповедовал апостол Павел? Какое благоествование проповедовал апостол Павел? Знаете, оно очень простое. Это учение Христа. Что такое учение Христа? Как вот написано, не отходите от простоты во Христе Иисусе. Учение Христа в Евангелии названо законом совершенным. Что это? Это Нагорная проповедь. Это без сомнения. Это заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо таковых и Царство Небесное. Евангелие от Матфея с 5 до 8 главы, включительно. Или Евангелие от Луки. И, конечно же, несомненно, это первые, то есть всего лишь две заповеди. И несомненно, первые, самые две заповеди, которые Христос проповедовал. Возлюби Господа Бога свое всем сердцем, всем разумением, секрепостем. Возлюби своя Господь Бог с цялото си сердце, с цялото си разумение. И возлюби ближнего своего как самого себя. И возлюби ближнего около себе си, като самия себе си. И Он говорит, подчеркивает, в этом закон... И пророки. И прородстве. Все Писание, все Писание, абсолютно, начиная с книги Бытие, заканчивая книги Откровения, не оставляет никакого сомнения. То есть предупреждают, например, почему в синагогах запрещена... К прочтению. То есть... 53-я глава пророка Исаия. Защо в синагоге е забранено към четене, 53-я глава от пророка Исаия. Которая была пророк Исаия, это за многи века до прихода самого Христа. Пророк Исаия бил много преди това, когато Исус Христос е дошел. Очень подробно, подробно, подробно описывает буквально каждый шаг того, что сделал Исус Христос на Голгофе. Исус Христос описывает ступка по ступке много подробно това, което Исус Христос ще направи. Никаких сомнений не оставляет. Никакви... не оставейки никакви сомнения. Равины сегодня. Уважаемые равины умирают. Уважаемые равины загиват... Самые известные, самые почитаемые. Най-известные, най-почитаные. И под их подушками находят письма. И под техните възглавницы намират письма. Я не мог вам об этом признаться. Аз не бих могал да се признаем в това. Уже довольно длительное время... Много долгое время... Я на самом деле верил... Аз наистина... Вяровах в Ишио Машех. Потому что все Писание... Защото цялото Писание... Тора и Святоагинта... Говорят о Нем. Говорят за Него. Особенно Пророк Исаия в 9 главе. Особенно Пророк Исаия в 9 главе. Имя, которое Ему нарекут. Името, което ще Му кажат... Бог Вечен. Бог Вечен. Еммануил. Еммануил. То есть, просто, ну, как... Все понятно. То есть, всичко е лесно за разбиране. Без каких-то талкований или там объяснений. Без някакви талкувания, обяснявания. Бог е вечен. И много-много-много места. И много-много-много места. И вот об этом... И за това... Самое главное. Най-важното. Нагорная проповедь... За това, че Планитската проповед... Две заповеди Христа. Две заповеди на Христос. И в Евангелието на первой главе написано... И в Евангелието от Иоанн, първа глава пише... Закон бил дан через Моисея. Закон е бил даден через Моисей. Благодат и истина. Благодат и истина. Пришли чрез Иисус Христа. Через Ишуа Машех. И вот здесь, знаете, очень четко нам дали различать. И много точно са не давали за различаване. Опять же, во глава угла ставится откровение. В главата... В основата се слага откровението. Знаешь ли ты голос Божий? Знаешь ли ты голос Христа? Знаешь ли глас на Христос? Можешь ли ты разпознать этот голос среди тысячи голосов? Слушаш ли ты этот голос? Послушан ли ты этому голосу? И исполняешь ли ты то, что этот голос говорит? Если ты исполняешь, то ты блажен. Ако исполняешь, значит, ты блажен. И вы знаете, я могу попасть... Я лично, сам для самого себя. И знаете ли, аз за самия себе си. Могу стать еретиком. Мога да стана еретик. И я призван постоянно бодрствовать в этом отношении. И я съм призван постоянно да съм бодр в това отношение. Потому что, если апостол Павел об этом пишет, Он говорит, предайте меня анафеме. Той казва, да бъда проклет. Если моя проповедь изменилась, Ако моята проповедь се промени, Я начал говорить какие-то иные вещи. Что и започнен да говорят другие неща. Ну, например, что Иисус не Бог. Че Иисус, например, не е Бог. Что Бог нас всех любит. Че Бог всички не обича. Совсем недавно, буквально на этой неделе, Я услышал новость о том, что Папа Римский опять заявил. И я уже не удивляюсь. Потому что в католической церкви давно уже упразднили Библию. И предыдущий Папа, и современный Папа заявили о том, Что Библия устаревшая книга. Она нам не нужна. И този Папа са казали, Че Библията е стара книга и вече не ни трябва. И вот это заявление было последнее на какой-то конференции. И това заявявание беше на последната конференция. Но там пришли, опять же, и католики. Пришли са католиците. Буддисты пришли. Буддисты. Опять целовать руки Папе. Пак да целуват рецепт на Папата. Конфуцианци пришли. Мусульмани пришли. Мусульмани са зашли. И даже иногда протестанты приходят. И даже понякога протестантите идват. И он сказал, Мы здесь все под одним Богом ходим. Все религии равны. И все религии ведут к одному. Через буддизм можно к Богу прийти. Через ислам можно к Богу прийти. Через Конфуция можно прийти к Богу. Через Будто можно прийти к Богу. Или через Мухаммед, естественно. Как вы думаете, это библейское заявление? Знаете, оно совершенно противоречит тому, что говорил Иисус Христос. Где Иисус говорит. Никто не приходит. Никто не приходит к моему отцу, как только через меня. Мы можем войти к отцу, как только через Христа. Не можем да влезем к отцу, как и через Иисус Христос. Он есть путь. Он есть истина. И Он есть жизнь. И Он есть дверь. И единственная дверь. Единственная дверь. Разбираете ли? Аминь или не аминь? Аминь. Вы знаете, я начал проповедовать с 94-го года. Даже немного раньше. Проповедую, то есть, больше 30 лет. Я могу сегодня так же сказать. Вот то, чему я проповедовал 30 лет тому назад. Хотя моя проповедь меняется. Вопреки чему эти проповеди все променят. То есть, я даю разные учения. Да, вам различные учения. По Библии. По Библии-то. Но я не вижу, чтобы моя проповедь, она как-то изменилась. У нас не вижу, что моя проповедь все променила. То есть, 30 лет для меня Христос был Богом. То есть, и преди 30 години Иисус Христос был Бог за мен. И сегодня для меня Христос является Богом. И днес Иисус Христос являет Бог за мен. У которого нет ни начала и ни конца. Което няма ни то начало, ни то край. Только я всегда даю такую поправку. Только с Него все началось. И казвам само, че от Него всичко ессея започнало. Бог посредством Христа написано и веки сотворил. Бог посредством Христос е сотворил... Что? И веки. Все видимое и невидимое. И Библия так начинается. И сказал Бог. Добудит свет и стало так. Все через слово начало быть, что начало быть. Помните, да? Но на самом деле ни у слова, ни у отца. Я сегодня, оказывается, не зря одел эту футболку. Ни то отец. Я уже заканчиваю. Здесь. Бог, да? Бог отец. Бог сын. Бог дух святой. Син. Святия дух. Ни у отца, ни у сына, ни у святого духа нет ни начало и ни конца. Ни отец, ни святия дух, ни сын. Няма то начало. В 32-м псалме написано. В 32-й псалме. В 33-й псалме. Бог сказал и сделалось. Бог оказал и се направило. Бог повелел и исполнилось. Бог оказал и се исполнило. Бог все сотворяет. Бог творит все, что хочет. Бог сотворяло всичко и прави всичко, което иска. Посредством Слова Своего. Посредством Своего. И посредством Своего Духа. И посредством Своя Духа. И все это один Бог. И всичко това единия Бог. Я думаю, что это касается каждого из вас. Мы творение. Христос, Он творец. Он вечен. Моя святость, она всегда будет относительна. Относительна абсолютной святости Христа. Я свят благодаря тому, что я поверил когда-то в Иисуса Христа. Моя праведность, она относительна. То есть я всегда нуждаюсь в обновлении. А как мы обновляемся? Вот апостол Павел за себе си писал. Если мой и внешний человек, он и тлеет со дня на день, то внутренний человек, со дня на день обновляет. В познание Господа моего Иисуса Христа. Мой Господь Иисус Христос. Он совершенный. Той совершен. Я несовершенный. Аз не съм совершен. И надо это всегда признавать. И винаги трябва да го признаваме. И просто как вот? Ну, мы просто доверяем все в руку Божию. И просто се доверяваме в Божията ръка. Смирите се под крепко руку Божию. Смирите се под твърдата Божия ръка. Противостаньте дьяволу. Противоставайте се на дьявола. И убежит от вас. Дьявол в нас не боится. Дьявола не се страхува от нас. Он боится Христа. Той се страхува от Христос. Тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. Сильнее того, кто в этом мире. И по голям и по силен, но този, кто в този свят. И чем меньше меня, и чем больше Христа в моей жизни, тем все более я становлюсь непобедимым. Потому что Христос непобедим. Понеже Христос и непобедим. Но, вы знаете, это постоянное состояние. Но твое постоянное состояние. Каждодневное. Всеки дневно. Почему Давид? За что Давид? Вот почитайте его, 118-й Псалом. Прочитайте негови, 118-й Псалом. Самый длинный Псалом. На и долгий Псалом. 174 стиха. 174 стиха. Вот этот Псалом надо выучить наизуще. Это тоже Псалом, требуется научить наизуще. Ну что там, 22-й, сразу звучит 118-й. Почему 118-й? Там абсолютно все. Там абсолютно все. 174 стиха. Написано об откровении. И Давид кричит. Восклицает. Откровение Твое Божие. Я возлюбил. Аминь. Вот что нам надо возлюбить. Това треба да убичаме. Все водимы Духом Святым. И всички водиме от Святия Дух. Суть Сыны Божия. Послышно с Божьими Синове. И вы знаете, нам сегодня надо сделать такой вывод. Вот из этой прекрасной проповеди. И здесь треба направить так, как извод у тази прекрасной проповеди. Апостол Павел, да? Апостол Павел. Нас не предал сегодня Анафеме. Мы его не предали. И ныне го предадохме. Но нам надо быть в постоянном бодрствовании. Смотрите, как вот написано послание к римляне. Я уже заканчиваю. В восьмой главе. В восьмой главе. Итак, нет ныне никакого осуждения. Никакого. Няма никакого осуждения. Тем, которые живут не по плоти. На тези, които живеют не по плоти. А по духу. А по духу. А вот живущи по плоти Бога угодить не могут. Потому что плоть противится духу. А дух противится плоти. А духа се противи на плоти. И вы знаете, вот здесь вот, на самом деле. Когда человек начинает жить по плоти. И когато тук човек започва да живее по плот. Ну, например, там начинает выпивать. Например, започва да пие. Вкусного българского вина, да? Много вкусного българско вино. И он выпил, и начинает что-то городить. И започнал да испил и нещо, и започнал да говори. Это как пример. Като пример. И мы прекрасно понимаем, но он же пьяный. И ние разбираме, именно ли е пьян. Ну, несет всякое колесице. И говори различные неща. На самом деле в этот момент говорите его плоть. Чистейшей воды плоти. И в отношении духа она очень часто говорит настоящую ереси. Я просто как пример привожу. Като пример ви го казвам. Того, что под влияние плоти. Под влиянието на плот. Очень часто приходят в наши жизни ереси. Просто мне хочется жить по плоти. А это как-то не соответствует. Ну, давайте придумаем какое-то такое учение, которое было бы удобно. Чтобы я мог жить так, как я хочу. Че да живее так, как то си искам. По плоти. По плоти. Вот так приходят ереси. Но это не может войти в живую церковь Иисус Христа. Потому что здесь мы проповедуем Христа распятого. Распятого для этого мира. Распятого для плоти. Распятого для греха. Иисус сегодня не изменился. Он вчера, сегодня, вовеки тот же Бог. Вчера, днеска и завинаги е същия Бог. Он абсолютно безгрешен. Абсолютно безгрешен. Он абсолютно святой. И абсолютно святый. И Он желает нас взять свою святость. И Той желает, чтобы и мы через Христа воссоединились с Богом Отцом. Некоето желание через Него да се воссоединим с Бога Отец. И творили Божью волю. Не свою волю, но Божию. И да творим Божията воля. Не своята, имя Божия. Поэтому давайте как-то так обличемся еще и в такую бдительность. И днеска да се обличем като в бдительность. Как написано, бодрствуйте во всякое время. Както пише, бодайте бодри по всякакво время. Я сегодня заявлю буквально так смело. Ще ви заявя много смело днес. Если мы не будем бодрствовать. Ако не сме бодри. Кажда из нас. Всеки от нас. Включително меня. Включително и аз. Несмотря на то, что я сегодня професор по церебральным заболеваниям. Или регионален епископ на България. Всеки от нас може да стане еретик. И в первую очередь для самого себя. Потому что я за какую-то там чечевичную похлебку отказался от первородства и начал жить по плоти. Понеже за някаква храна съм се отказал от первородства и започнах да живе по плоти. Мне так хорошо. Понеже ми добре е така. Христос не е Бог. Христос не е Бог. Он не е умрял за меня. Не е умрял за меня. Буду жить так, как я хочу. Че живея така, както си искам. Но давайте помним всегда. Но да си вспомниме винаги. Что жизнь е на нас только коротка. Живот е толкова краток. И такая зыбкая. И толкова... Нестабилен, да. Апереди нас ждет вечность. А от пред не чака вечността. А это вечность, но я не знаю так с чем это сравнить вообще. Но это... А тази вечност... Это конца и края нет. Няма край. И где ты проведешь эту вечность... И къде ще прикараш тази вечност? Будет зависит только от одного. Ще зависит само от едно. Это будет зависит полностью от Христа. Това ще зависит напълно от Христос. Насколько ты знаешь Его? Колко то го познаваш? Я бы на твоем месте... Аз на твоето място... Выучил наизусть. На горную проповедь. Потому что эти слова они спасают. Эти истины они освобождают. Иисус сказал, познайте истины Мои. И эти истины сделают вас свободными. Будьте благословенны, друзья. Будьте благословенны, приятели. Я бы хотел очень искренно, чтобы все мы стали друзьями Христа. Я знаю, что это желание самого Христа. А знам, что твое желание это на самих Христа. Потому что он говорит. Я назвал вас друзьями. А сам винарекал, приятели. Потому что рассказал вам все. Потому что вы рассказали всичку. Раб не знает, что делает его господин. Раб не знает, какое праве неговое господин. А друг знает. А приятеля знает. Что это значит? Какого означало твое? Вы знаете, позвольте Христу рассказать вам все. А как это возможно? А это возможно через Евангелие. Читай его слово. Читай его слова. Каждое слово. Что он говорил? Какого оказывал? Что он делал? Какое правило? Как он подтвердил? Какое... И как он доказал свою любовь? Какое выршило, как он доказал свою любовь? Написано, что Бог доказал свою любовь. Что Христос умер за нас. Че Христос и загинал за нас. Когда мы были еще неправедны. Когато не сме били праведни още. Праведник умер за нечестивых. Праведника и умрял за нечестивите. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Во имя Иисуса Христа. Во имято на Иисус Христос. Извиняю, что немножко задержал. Да, по-моему, пастору надо чаще. Да, пастор давно не проповедовал. Знаете, мы были на рыбалке. Мы приехали туда. Там нет связи. Ну, мобильной связи нет. Wi-Fi нет. И мы уже второй раз едем в это место. И, знаете, я открываю Библию. Ну, у меня в телефоне есть Библия. Есть Библия, которая только с интернетом работает. Есть, которая без интернета. И я просто кайфую. Знаете, что я заметила? Что дома очень много отвлекающих моментов. Вы заметили в последнее время? Раньше не было такого. Ты начинаешь читать Библию, то телефон, то еще что-то, то пикают сообщения, то мысли надо убраться, кушать, приготовить. И я, вот знаете, вчера мы просто... Я вот, ну, слово такое молодежное кайфануло. Я вспомнила, когда я получила рождение свыше, я сидела в своей комнате и читала Библию, читала, читала, углублялась. Вот, знаете, сейчас говорят время, когда живешь на один клик. Это когда вот ты вошел и получил информацию. Вот это время, оно удобно тем, что мы можем быстро получить информацию, но мы не анализируем и мы не углубляемся. И я вот прям, знаете, давайте вот, ну, если мы подытожим, да, подытожим все, что мы услышали, давайте мы будем углубляться в Слово Божие. Правда же? Прям, знаете, время, когда я отключаю все, и я ничего страшного, семья не останется голодным, если я посижу там на 15-20 минут больше, или ничего страшного, если я полы не протру, да, или ничего страшного, я перезвоню потом человеку, отвечу потом. У меня вообще реально у нас выбило, я думаю, люди не знают, что я без связи. Ну, правда, там вот столько сообщений, я тому не ответила, тому. Знаете, начинается тревога. Мы уже живем в состоянии, что мы не можем жить просто с Богом какое-то время. Дорогие, давайте мы на этой неделе прям будем уделять, правда же, время. Взяли телефон мобильный, давайте мы будем не проверять сообщения, а сначала мы откроем Библию, прочитаем главу. Раньше у меня спрашивали, сколько ты читаешь? Ну, главу в день. Ты что, это мало? Меня так учили, нужно минимум несколько глав прочитать, поразмышлять. Это было нормой христианской жизни. И я такое обличение получила, вот в этом, ну, рыбалка, в смысле, муж рыбачил, да. Я сидела без интернета и говорила, Господи, спасибо тебе, потому что я углубилась, я вообще столько откровений получила. Слава Богу. Давайте мы провозгласим вот эту неделю, да, мы читаем Библию каждый день, мы углубляемся, и все, а потом все на духовную рыбалку, да, людей наших. Давайте перед тем, как помолимся, да, сейчас за приношение, пожертвование, я хочу поблагодарить то, что в прошлое воскресенье, спасибо, что мы пожертвовали, да, мы собрали хорошую сумму, мы благословили проповедника Юрия Пак, он не только купил подарки детям, да, он еще, он говорит, я так давно хотел полечить спину, да, он прошел тут, успел лечение пройти, он очень счастливый сегодня уехал, он реально плакал, это слезы счастья, что я получил любовь Бога Отца, что я искупался в любви Бога Отца. Спасибо вам за вашу щедрость, спасибо за сердца ваши, за нашу щедрость тоже, спасибо, да, потому что наша щедрость, она от Господа, да. Да, давайте мы помолимся сегодня за наши финансы, за десятины приношения, Господь.